Дача, на которой люди не живут. Я спокойно возвращался домой, но вот момент, на улице было как-то слишком тихо, странно даже. Мне это насторожило, но я продолжил путь. Произошедшее ранее тоже оставило, ну или оставит, тот ещё не знаю, конечно, след на мне. Ну а жить дальше в любом случае надо. Вопрос, как я оправдаюсь перед остальными. Я ведь уходил-то с Артуром. Пройдя по улице, которая вела на наши дорожки, мне показалась странная наша дача. Она, по ощущениям, была как будто более серая, что ли. Ммм, это как вообще? Чё-то мне это всё не нравится как-то. Выдал я. И продолжил путь далее. Что интересно, людей на улице не было, вот вообще. Это было самым странным, наверное, ибо помню, что хоть я буду гулять в 8 утра, хоть в 11 вечера. Та же баба Варя, например, обычно на улице либо сидит, либо дела делает свои. А тут и её нет даже. И в доме свет не горит. Мёртвая деревня какая-то. Что ж, вот и мой дом виднеется. Я потихоньку начал к нему подходить. И как только я подошёл, почувствовал сильную боль в голове. После того, как вышел из приступа, я, честно признаюсь, удивился. А в смысле? Да, чё, я стал обычной. Я услышал пение птиц, люди ходят. Чё со мной-то? Ты шо, ты в смысле? Подумал я. Пришёл домой. Открыл дверь и зашёл. Мамуль, я дома! Ага, с возвращением милой. Ответила она. И в ту же секунду мне показалось странным, что я пришёл, и она даже не спросила, какого у нас дела там. И почему меня не было всю ночь. Ну там, а вось спросила бы, я бы ответил, что у него заснул. А когда проснулся, его рядом не было. И как бы и всё. Но нет, ей как будто было всё равно. Впрочем, мне же проще. Подумал я и пошёл в свою комнату. Далее ничего не происходило в течение всего дня. И так же следующего. Всё началось через два дня. Я встал, умылся, сделал дела и пошёл на завтрак. И тут опять померещилось, что мир стал серым. Или погодите. Не померещилось? Действительно, такой же серый, как и был. Как и был тогда. Мама тем временем меня позвала. Ром, садись кушать. Я сел за стол. И что мне поставили? Я сам не знаю, что это чёрная субстанция, от которой чём-то воняло. Мам, а что это? Каша. Невозмутимо сказала она. Как будто так и надо. Я решил попробовать. И моментально пожалел об этом. Стоило положить ложку в рот, как меня потянуло блевать. В куже сомнения я могу вообще ни с чем сравнить, честно. Ничего в хуже я жизни не ел. Ты чего это? Спросила мама. Это невозможно есть! Крикнул я. Ешь, иди! Крикнула мама в ответ. И тут мои сомнения окончательно рассеялись. Из деревни всё же что-то не так. Ибо моя мамочка так бы никогда не сказала. Хорошо. Поддакивая ответил я. Сам уже сказал, что нужно отойти в комнату. И решил действовать на опережение. Я уже понял, что в доме скорее всего еды не найду. Так что проще вывалиться в окно и текать отсюда вообще куда подальше. Чтобы чёрт ещё не случилось. Я быстро открыл окно и прыгнул. Успокою всех, если что. Я прыгнул с окна своей комнаты. Она на первом этаже дачного дома. Так что всё, если что, безопасно. Я ничего себе не сломал. Окно я закрыл на всякий случай. Ну, там, вдруг что. Так что, думаю, какое-то время у меня всё же есть. Как только я приземлялся на землю, сразу начал отходить в лес. Чтобы более безопасно начать передвигаться. В целом район я знал, так что особых проблем, думаю, это не вызовет, к счастью. Я решил, раз такие дела, не спешить и посмотреть деревню со всех сторон, чтобы понять, что вообще происходит. Ну, или, по крайней мере, попытаться понять. И тут я заменил фигуру в лесу. Сначала испугался, а потом узнал в ней Артура. Чего бы... Артур же... Он же умер. Или я не так понял? Да ну нет, я же видел его, всё того. Не мог он... Тут я уже начал паниковать. Но вовремя пришёл в чувство. И понял, что... Ещё сильнее я захотел разобраться в том, что вообще тут происходит. Субтитры создавал DimaTorzok